Как правильно установить джин-корзину на самогонный аппарат ВН-6 PRO? Давайте вместе разбираться. Вы на канале Русская Дымка. Меня зовут Владислав Кислицын. И это видео посвящено одному из часто задаваемых покупателями вопросов. Вот аппарат ВН-6. Как же поставить джин-корзину? Непонятно. Разрыв на отборе продукта находится в вертикальной части, а джин-корзина горизонтальная. То есть здесь у нее должен быть вход пара, здесь выход. Внутри корзинка с ароматическими ингредиентами, которые сейчас становятся особенно актуальны, потому что наступает лето. Но вот так никак не подойдет. Есть такой вариант, подсказанный нашими покупателями. В комплекте у ВН-6 есть свободный поворот. Он используется для сбора в режиме подстил. Но придется использовать два поворота. Соответственно, если вы настаиваете на таком варианте подключения, нужно будет использовать два поворота. Сейчас покажу. Один поворот поставили. Дальше нижний патрубок джин-корзины. Дальше, соответственно, второй поворот. И доохладитель. Вот такая вот конфигурация. Что в ней хорошего? В том, что можно проводить ароматизацию одновременно с перегонкой. Соответственно, экономия времени. Больше в ней ничего хорошего нет. Почему? Ну, потому что идет спирт высокой концентрации. Мы можем использовать только паровой отбор. Жидкостный отбор использовать не надо, потому что мы просто затофим джин-корзину в этом случае. И требуется дополнительный уголок, поворот которого нет в комплекте. Я всегда советую людям, которые ко мне обращаются, проводить ароматизацию на третьей отдельной перегонке. И там становится все очень просто. Мы получаем классическую прямоточную схему. Делаем две перегонки стандартной конфигурации. Получаем хороший чистый спирт. Разбавляем его до 14-17 градусов и перегоняем. И при этом на выходе, когда спирт в кубе у нас закончится, в приемной емкости у нас будет 40-45 градусов, что, собственно, и требуется. В чем плюсы? Мы получаем сразу питьевую крепость. Мы совмещаем процесс ароматизации с процессом дистилляции ректификатов. Если кто помнит, я рассказывал об этом. Если кто не помнит, это вариант разбавления через вот такую вот перегонку слабого спирта, 14-17 градусов. После разбавления крепкого спирта обычно ему требуется отдохнуть. А если сделать такую перегонку, он сразу хорош, мягок и готов к употреблению. Почти сразу после перегонки. То есть мы экономим дней 10-14, которые должен спирт отдыхать за счет того, что делаем перегонку. Ну а тут мы еще дополнительно ароматизируем. Сразу получаем питьевую крепость. Снижаем вероятность образования апалисценции в напитке за счет ароматизации. Если все-таки апалисценция будет, если вы делаете джин, иногда бывает трудно разбавить джин так, чтобы апалисценции не было. Здесь мы сводим эту вероятность к минимуму. Ну а если вы все-таки каким-то образом получили мутный джин, можно очень просто повысить его крепость, добавив туда простого, чистого спирта, крепость повысится. Джин может быть до 47, может быть даже где-то до 50 градусов крепости. Соответственно, при повышении крепости апалисценция уйдет. Ну или в конце концов можно охладить, на пару дней забросив бутылку в морозилку. И в таком ледяном виде промороженом профильтровать помутневший дистиллят. Даже, ну не дистиллят, напиток. И тогда есть шанс от лишней мутности избавиться. В комментариях напишите, пожалуйста, какой способ ароматизации при помощи джин-корзины вам нравится больше. На второй перегонке, сразу, как говорится, из-под крана. Или на третьей перегонке, вот так, как я показал. И напишите, все-таки лето впереди, какие у вас любимые ингредиенты для загрузки джин-корзины. А вы были на канале Русская Дымка. Цените натуральное.